Здравствуйте, я Зинаида Антоновна. Я продолжаю. Наши посты на Украине стали переводить ближе к фронту. Нам нужно было как можно быстрее определить цель, быстро передать и сбить фашистский самолет. И когда наши войска наступали и началась артподготовка, я все время смотрела на свой любимый самолет Ил-2. Сердце радовалось, когда он на бреющем полете шел к передовой. Это надо было видеть. А потом мы им что-то изменили. Он стал Ил-4. Он стал еще лучше работать. И вот однажды мы решили сбить самолет. Это был самолет Фокке-Вульф-198. У него кабина, пулеметчика была под фюзерляжем. И можно было по нему видно, куда стрелять. А девчонки меня подбивали. Зина, начинай первое. Ты же у нас ворошиловский стрелок. Бьешь только в десятки. Начинай. Этот самолет раньше назывались Рама. А у нас были тогда только винтовки. Мы начали обстрел. Ну и он тоже начал стрелять. Нам пришлось прятаться в укрытие. Натерпелись по волной. И вот мы меняем деслокацию. А там после боя все разбито. Ждем. Связисты восстанавливают связь. Работаем. Дня два. И вдруг неожиданно видим, что к нашему посту тянут кабельную связь на огромные катушки военные. Мы не знали, что на расстоянии примерно километра от нас находились зенитчики. Они пришли к нам и говорят, девочки, вот мы вам сами связь провели и даем вам телефон, чтобы вы нам сообщали не на пункт, а сразу нам, в первую очередь, а потом уже на пункт. Они это сделали для того, чтобы им побыстрее получить информацию, чтобы сбить самолет. Вот еще один случай с Украиной. Утром там, в этом населенном пункте были бои. А мы вошли в этот пункт. Под вечер уже. Уже было тихо. Командир роты приказал нам разместить состав в домах жителей на ночлег. А потом вернуться к нему, чтобы он нам дал дальнейшие указания, что делать дальше. Уходя к командиру роты, я на пост для охраны наших девочек, я поставила охрану около дома, у дверей. Это была девочка Наташа. А почему я ее поставила? Потому что она была очень наблюдательная. И увидеть, услышать могла все. Наташа замечила, что хозяйка, уходя из дома, закрывает дверь на замок. Меня нет. Наташа забеспокоилась. Пришла я. Наташа мне обо всем рассказала. Мы отдыхали в проходной комнате. И вдруг мы заметили, что в темноте через нашу комнату проходят в военной форме мужчины. Но познавательных знаков мы на них не заметили. Какие войска или какие они, ничего не было видно. Темно было, но форма была военная. Я услышала разговор хозяйки вот с этими, которые пришли к ней в дом. Да. Она им говорит, ой, мальчики, я только что пустила на постой девочек. Ой, как же мне вас, где поместить? Ну, они ей тоже там что-то говорят. Она им отвечает, хорошо, я вам постелю здесь, принесу соломки, чтобы вам помягче было где отдыхать. Потому что девочкам уже помогла развеститься. Я напряглась и говорю громко, чтобы они слышали. Подъем! Девочки, командир роты приказал собираться. Идем дальше. Быстро мы все собрались. Вышли из помещения. Я выходила, последняя. И услышала нецензурные слова. А в конце было. Догадались сволочью. Подошли к лошадям. А наступала уже осень. Расстелили под телегами шинели и легли отдыхать. Можно было только догадываться, кто это был и остался у хозяйки. В этом же селе нам рассказали еще одну историю. Один солдат освобождал со своей частью свое же село. Когда закончился бой, он решил забежать к своей жиле. Узнать, как она. А ему местные сказали, у нее все хорошо. Она жила с фальшистским офицером. Он вошел в дом, застрелил ее и ушел со своей частью. Очень опасно и сложно, когда мы пребывали на места после боя. В нас стреляли. Нападали на посты. Иногда приходилось отстреливаться. Расскажу случай с Аней Самсоновичевой. Она была начальником поста. А связь была очень плохая. Разговор с командиром проходил через меня, через мой пост. Фронт только что прошел. Они располагались в немецкой землянке. А ночью группа оставшихся фашистов открыли по ним стрельбу. Мы не наступающие войска. Поэтому у девчонок были автоматы с диском на 70 с лишним патронов. А ящиков запасных не было у нас. Девчонки отстреливаются. А Аня кричала, патроны кончаются. Аня дозвонилась до меня и просила, чтобы командование прислало ей помощь. Мы победили. Все девчонки остались живы. А где были фашисты, у них было много крови. Но они умудрились каким-то образом убитых и раненых уже подобрать. Многие говорят и думают, ну что, какой толк от девчонок? А толк был огромный. Мы заменили мужчин. До войны, когда я еще была девчонкой, очень боялась покойников. А на войне, когда рядом были трупы, бояться перестало. Теперь расскажу еще один случай по Украине. Вот прошли бои, а мы меняем дислокацию. Проходим поле. На нем кукуруза. Молочная восковая спелости. Мы набрали кукурузу, пошли дальше и вдруг видим. На поле подбитые танки. На гусеницах раздавленные человеческие тела. Даже еще заметна кровь. Мы были в ужасе. Кукурузу мы всю выбросили. А у меня до сих пор перед глазами стоит эта картина. Вот сейчас я смотрю передачи и слышу, как на Украине говорят, что на украинском фронте воевали только украинцы. Неправда. На украинском фронте воевали все национальности нашей страны. Мы были как родные и победили. Я, простая русская девчонка, прошла в составе украинского фронта всю Украину. У меня на посту девочки были разных национальностей. Была татарка, башкирка, мордовка, украинка, остальные русские и чувашка еще была. И все были дружные. Девчонки шутили, говорили, Зинка, у тебя интернациональный пост. Когда мы были уже на Украине, нам дали пополнение новобранцев с Украины, девушек, которые были уже в оккупации. Сейчас я расскажу смешной случай про двух девушек украинок. Одна из них Ульяна была из Реницкой области, а вторая, Матрёна, из другой какой-то области. Не помню просто. Нам уже давали полное обмундирование. Даже пояса для того, чтобы держать чулки. Когда Ульяне дали поясодержатель, она подходит к Матрёне и говорит, Оце, Мотя, застебни меня. А Матрёна ей говорит, Ты что, сдурела? Это чулки держать. А она думала, что это бюстгальтер. А я говорю Матрёне, Не ругай Ульяну. Она же не знала. А теперь будет знать. Она вошла в свет. А я говорю Матрёне.